ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Удар пришелся на Киев. Обломки упали в четырех районах украинской столицы. В результате загорелись автомобили, повреждено несколько нежилых помещений. Повреждения также получили здания Исламского культурного центра и мечеть на его территории. В Голосеевском районе столицы обломки упали на корпус котельной одного из учебных заведений. Началась воздушная тревога. Мы сразу же спустились в бомбоубежище, потом раздались взрывы. Все вбежали и начали кричать. Мы очень испугались и услышали, что прилетело где-то на территорию института. Мы вышли на улицу и увидели, что начало гореть. Огонь был большой. Говорят, что это были обломки, но взрыв был очень сильный. Взрывов было много, но этот был самым сильным. По предварительным данным, атака России не принесла жертв. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что к врачам обратились двое взрослых. Один из них был госпитализирован. Взрывы этой ночью слышали также в Харькове. Глава областной администрации Алексей Негубов сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры. Предварительно также без пострадавших. В российском Минобороне тем временем заявили, что все удары были нанесены якобы только по объектам энергетической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса Украины. Несмотря на то, что большую часть российских ракет украинская система ПВО сбила, Минобороны все равно отчитываются, якобы им удалось поразить все назначенные цели. Также в российском военном ведомстве заявили о взятии села Скучное в Донецкой области. Подтверждение с украинской стороны этой информации пока не поступало. Громко этим утром было и в российском Белгороде. Взрывы в городе начали греметь около шести утра. Последствия удара попали на камеры очевидцев. Прям в крышу садика. Просто в хлам. Вот школа, а вот садик, который перед школой. А вот его крыша. На одной из улиц загорелась машина. Взрывной волной выбило окна в соседнем здании. Пожар также зафиксирован в одном из частных секторов города. На видео попал фрагмент возгорания крыши жилого дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одной пострадавшей. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга доставили в городскую больницу. Также, по его словам, один мирный житель получил осколочное ранение в городе Шебекино. Приграничный город, по словам Гладкова, атаковали два беспилотника ВСУ. Пожар на нефтебазе Пролетарской Ростовской области, похоже, взяли под контроль. По крайней мере, агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что открытое горение ликвидировано. Официально о том, что пожар полностью потушен, власти пока сообщать не спешат. Напомню, нефтебаза Пролетарской горит уже больше двух недель после атаки беспилотников 18 августа. Местные власти тогда заявили, что пожар возник из-за падения обломков сбитых дронов на охранилище дизельного топлива. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. За время тушения только по официальным сообщениям пострадали более 40 спасателей. Впервые за 10 лет Владимир Путин прибыл в столицу республики Тыва с рабочей поездкой. Визит российского президента начался с посещения местной школы. Здесь, в первый день учебного года, глава Кремля проводит открытый урок из серии «Разговоров о важном». Заявленная тема разговора – образ будущего. Говорит Путин при этом с детьми об Украине. Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение. А после отмены положения военного нужно сразу проводить президентские выборы. А действующие власти явно к этому не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области. А до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. Начало учебного года в школах России в целом не задалось. Линейки прошли при повышенных мерах безопасности. По крайней мере, в трех регионах на мероприятия не пустили родители. В ростовской школе номер 104 охрана выталкивала отцов и матерей с территории. В Красноярске линейку начали с минуты молчания в памяти о жертвах Беслана. Трагедию 20-летней давности при этом связали с войной в Украине. В других школах на первом звонке звучали зет-патриотические песни, а чиновники говорили о поддержке российской армии и призывали к участию в выборах. Вот только небольшая подборка того, что происходило в российских школах в день начала учебного года. И все потому, что я русский, я иду до конца. Также в последнем интервью, которое Путин дал монгольской газете, президент заявил, что СМИ в России свободны, и это твердо гарантировано Конституцией. Тем не менее, российские власти в последнее время специально замедляют работу сервиса YouTube на территории России. В условиях тотальной цензуры именно в YouTube вынуждены работать российские независимые СМИ. Основным инструментом общения со зрителем YouTube является и для нашего телеканала, поэтому на случай, если сервис в России полностью заблокирует, я призываю российских зрителей подписаться на наши телеграм-каналы вот так и вот так подробнее. QR-код канала вот так вы сейчас видите на экране. Если YouTube перестанет работать в России, мы будем вести трансляции в Телеграм. Оппозиция не получила ни одного мандата на парламентских выборах в Азербайджане. Согласно данным азербайджанского ЦИК, после подсчета большинства голосов, партия действующего президента Ильхама Алеева получила 68 мест из 125. Столько же было и в парламенте прошлого созыва. Крупнейшая оппозиционная партия в стране, Народный фронт Азербайджана, бойкотировала голосование. Еще одна оппозиционная партия, Мусават, впервые за 15 лет приняла участие в выборах, но не получила ни одного места. Оставшиеся мандаты достались формально независимым кандидатам, которые своими действиями всегда показывали лояльность правительству президента Алиева. Выборы впервые прошли без участия наблюдателей от парламентской ассамблеи Совета Европы на фоне роста числа политзаключенных в стране. Явка составила менее 40%. Сербские экоактивисты вышли на акцию протеста под зданием радио и телевидения в Белграде. Требовали от представителей прессы больше говорить об арестах и запугиваниях активистов, выступающих против добычи лития в Сербии. Протестующие также призвали граждан объединиться в борьбе за чистый воздух, воду и землю. 10, 20 или 30 человек не спасут Сербию. Все должны быть активистами-экологами, каждый по-своему. В наших ассоциациях есть люди, которые пишут заявления, жалобы, выступают на протестах. Есть много способов сделать что-то. Если я вам не нравлюсь, создайте свою экологическую организацию, которая будет бороться с чем-то на местном уровне. А затем мы объединимся и однажды дадим этой стране то, что ей нужно. Массовые протесты в Сербии начались в середине июля, когда правительством было подписано соглашение с Евросоюзом о поставках лития, необходимого для производства электромобилей. Местные жители опасаются загрязнения воды и почвы из-за добычи этого минерала. Строительством шахты беспокоены и экологи. 11 августа на протест в Белграде вышло около 27 тысяч активистов. Не только жители столицы, но и приезжие из районов, где планируют начать выработку. Протестующие блокировали дороги и вокзалы. 19 человек были задержаны полицией. Российский кит-шпион, названный в честь Владимира Путина, обнаружен мертвым у берегов Норвегии. Сюда морское животное приплыло 5 лет назад с видеокамерой и логотипом Санкт-Петербургской компании. Власти страны предполагают, что кит мог использоваться российскими структурами для сбора информации. По данным морских биологов, Россия тренирует белух для проведения военных операций. Животное получило от местных жителей прозвище Хвалдимир как намек на российского президента. О смерти кита сообщила общественная организация, которая несколько лет отслеживала его передвижение. Эксперты отмечают, что животное умерло достаточно в молодом возрасте, около 15 лет, в то время как киты живут до 60. Причины гибели не установлены, внешние повреждения на теле животного отсутствуют. Это были все новости к этому часу. Итоги дня смотрите в вечернем выпуске программы «Вот так». Увидимся завтра. Берегите себя и своих родных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова